И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Косовый. Как всегда, я Александр. Булатик спит, жара, лето у нас. И рубрика вышла. А то б мы про нее немного подзабыли. Рыбалка от А до Я. И сегодня рассмотрим таких рыбок. Первую, как рыбец. Вот, значит. Рыбец, рыбец или сырть, относится к семейству Карповый, достигая длины до 50 сантиметров, вес до 3 килограмм. Водится в бассейнах Каспийского, Черного, Азовского и Балтийского морей. Водится в неглубоких чистых реках с быстрым течением. Держится ниже каменистых перекатов. Полупроходная рыба. Между спинным и хвостовым вымплавниками имеется покрытый чешуей киль. Жила с мясистым придатком. Цвет рыбца значительно изменяется по временам года. Весной, перед выметыванием икры, он принадлежит числу наиболее красивых наших рыб. Вся спина делается черной. Средина брюха и нижние плавники красными. А у самцов в это время на голове, жаберных крышках и по краям чешуи развиваются маленькие зерновидные бородавочки. Осенью и зимой спина у рыбца голубовато-серая. Брюха серебристо-белые и нижние плавники бледно-желтоватые. Половозрелость наступает 4 года. Нерес в мае. В верховьях рек на глубоких участках с каменистым и галечным дном. При температуре воды 17-19 градусов по Цельсию. Плодовитость 30-70 тысяч кринок. Питается донами беспозвоночными, личинками, насекомых, ракообразными и моллюсками. Ловля. Ловят рыбца весной и летом, реже осенью, когда он лучше берет в озерах. Лучшее время ужения, раннее утро и вечер. Удят на донку и длинные угилища с небольшим поплавком. Небольшой крючок должен находиться на расстоянии 4 см. дна. Насадкой служат в основном черви. Раковые шейки, муравьиные яйца. Но лучше всего подходит для этой цели мотыль. На крючок одевают несколько мотылей. От 3 до 5. За один кончик, чтобы мотыль висел кисточкой. Крючок лучше применять красного цвета. Размер крючка перед нерестом, когда рыбец идет крупный. Номер 14. После нереста крючок лучше уменьшить до номера 18. Наживку закидывают вверх по течению подальше, насколько это возможно. При приближении поплавка леску надо подматывать, при удалении распускать. Подсечка должна быть быстрой и резкой, так как рыбец, почувствовав крючок, мгновенно выплевывает его вместе с наживкой. Мясо этой рыбы отличается высокими вкусовыми качествами. Ну, пряпушку европейскую мы пропустим, а вот следующую рыбку, которую мы рассмотрим, это сазан. Вот, такую рыбку, как сазан. Значит, рыба семейства карповых. Длина до 1 метра. Весит свыше 16 килограмм. А домашняя форма сазана, карп. Сазан, сейчас секундочку, жарко. Ой, пот заливает, ужас. Жрище такое, кошмар. Сазан обитает во многих реках, озерах, водохранилищах рейпейской части России на Дальнем Востоке. А, на Дальнем Востоке. Живет он стаями, избегает сильного течения. Держится в заливах, заросших тростником и другими растениями. В омутах, в местах, где скапливаются зазонувшие коряги. От других рыб семейства карповых его отличает длинный спиной плавник. Первый луч его зазубрин. Не такой острый, что легко перерезает леску. Спина высокая, темная. Нижние плавники сероватые. Хвостовой красноватый, с бурым оттенком. Сазан, особенно молодой, имеет довольно большое сходство с коросем. Но он не так высок в спине. Вышина тела только вдвое больше толщины. Толще и длиннее и сразу отличается от последней своими четырьмя толстыми и короткими усиками. На желтых, необыкновенно мясистых губах. Почти таких же подвижных, как у леща. Усики эти сидят попарно с каждой стороны и оканчиваются кругловатыми плоскими головками. Глаза у сазана золотистые. Нерестит сазан начинает при температуре воды 13-15 градусов. Причем довольно поздно. Самка откладывает от 600 тысяч до полтора миллиона икринок в траве на мелководье. Нерест сазана тоже шумный, как у леща. Самцы выпрыгивают из воды и плюхаются обратно, поднимая брызги. Через неделю из икры появляются личинки. Питаются они зооплантоном, растут быстро. Через год малек сазана весит 30 грамм, а при обильном питании 250 грамм. К концу второго года 500-600 грамм. Вот такой вот бутусик сазанчик. Врослый сазан, ну и корок же тоже быстро растет. Врослый сазан питается ракообразными, различными личинками, моллюсками, червями, мотылем. При обильном питании сазан вырастает до 1 метра в глину и набирает вес более 20 килограмм. Но такие крупные рыбы попадаются редко. В любительских уловах преобладают особи 500 грамм. От 500 грамм до 4-5 килограмм. Пишите, какого вы ловили ли вы вообще сазана? Если ловили, то какого? Потому что я сазана большого крупного не ловил. У меня там что-то был сазан на 2 с чем-то, по-моему. Начало жора не одинаково в различных водоемах. В большинстве водоемов сазан до нереста почти не питается. Но в некоторых водоемах в конце апреля-начале мая наблюдается довольно интенсивный преднерестовый жор. Зимой не кормится и залегает большими косяками в самых глубоких участках водоема. Сазан проявляет большую чувствительность к низкой температуре. Еще с осени залегая на зимовку и переставая кормиться до окончательного вскрытия вод. Главный корм этих рыб весной и в начале лета – молодые побеги камыша и некоторых других водяных растений. Ловля начаться. Через 1,5-2 недели после нереста отдохнувший сазан начинает клевать на поплавочный навозного или земляного червя, выползка, личинку майского жука, опарыша, мотыля. Ловят его со дна. Насадка опускает около зарослей тростника кувшинок неподалеку от корях. Удить можно как с берега, так и с лодки. И в том и в другом случае следует соблюдать осторожность, маскироваться. Стуком, громким разговором, яркой одеждой ее можно спугнуть, и он не подойдет к насадке. Не стоит слишком часто забрасывать снасть. Это тоже настораживает пугливую рыбу. Охотится на сазана лучше в предрассветные часы, когда в утреннем тумане все предметы как бы размыты и неясны. В такое время он ведет себя смелее. Часто всплывает на поверхность и, плеснув хвостом, уходит в глубину. Сазан любит молодые зеленые побеги. Если прислушаться, можно услышать чавканье. Это завтракает сазан. Сюда и надо бросать насадку. Летом насадки для сазана можно разнообразить. Вареным картофелем с хлебным мякишем, распаренным горохом, манной кашей, корочкой хлеба. На незнакомом водоеме надо обязательно спросить у местных рыболов, на что лучше клюет сазан. Да, так тебе там прям сразу и расскажут, распишут и еще и дорогу покажут, как лучше дойти. Для ловли сазана лучше взять упругое прочное удилище, сбегущее снацкой, с помощью которой легче и удобнее вываживать эту рыбу. Лизка диаметром 0,3-0,8 мм, а крючок от 7 до 14 номера. При ловле поплавочной удочкой используют такую же прикормку, как и для всех карповых рыб. Ловить в широких реках следует на донную удочку. Донные удочки бывают разных конструкций, но все они очень прочны. Ловля в проводку редко бывает удачной, так как неторопливый сазан предпочитает насадку неподвижно лежащую на дне и неохотно клюет на плывущую. Снасть, как и для всякой другой активной ловли сазана, предпочтительная, катушечная. Груз прикрепляют на отдельном поводке или делают скользящим. Чаще всего сазан топит поплавок, но иногда, как говорят удильщики, сосет насадку, а затем выплевывает. После паузы снова попробует ее и, наконец, тащит поплавок на дно. Если ловят на растительную насадку, подсекать нужно немедленно. Если на животную, на червя или выползка, следует выдержать паузу, отсчитать раз-два, а затем подсечь. Попавший на крючок сазан сильно сопротивляется, бросается то в одну сторону, то в другую, пытается уйти в траву или коряги. Если же ему не удается, он разворачивается и стрелой мчится к берегу или под лодку. Удилище для ловли сазана должно быть достаточно жестким и мощным, чтобы иметь возможность сдержать рывки рыбы, не отпуская большого количества лисы. Интенсивность льва сазана, как и других рыб, находится в зависимости от различных условий, главным образом от погоды. Вообще, перед каждой резкой переменной погоды, льва слабевает или совершенно прекращается. Однако известно, что сазаны очень хорошо берут во время грозы. Продолжительная жара, как и холод, крайне неблагоприятны для уужения, так как сазаны затаиваются, мало бродят и теряют аппетит. В небольших и средних веках лучший результат дает ловля с привадой. Место для привады надо выбирать выше основной стоянки сазана, так как отправляясь на кормежку, он всегда поднимается вверх по течению реки. Важное условие для привлечения рыбы к приваде – наличие несильного прямого течения. Если устроить приваду в тиховоде, то рыба не встретит плывущих частичек корма и не обнаружит привады. Устройство привады на сильном течении тоже невыгодно, так как сазан не любит быстрину. При выборе места для привады надо учитывать глубину, рельеф дна и удобство ловли. Наиболее благоприятная глубина – от 2,5 до 4,5 метров. По возможности привады надо устанавливать в некотором отдалении от коря, в которое рыба может уйти при вываживании. В открытых местах с небольшой глубиной полезно замаскировать ситку рыболова камышом, воткнутыми в землю ветками и т.п. Можно режим ОКУ не включить. Приваживать рыбу надо за 3-4 дня до начала ловли. При частой ловле следует одновременно подготовить 2, а то и 3 привады, так как при ежедневной ловле рыба распугивается и перестает подходить к приваде. Корм лучше всего опускать в сетчатом мешке, а на очень тихом течении и без мешка, замешивая корм с глиной в виде шаров. Лучшее время для засыпки корма – поздняя вечерняя заря, когда мелочь уже перестает клевать, а сезан выходит на поиски корма. Корм следует опускать с таким расчетом, чтобы от стоянки было удобно забрасывать крючок с насадкой на 2-3 метра ниже кормушки. Лучшее время для ловли сезана – бесспорно раннее утро, особенно летом. В большинстве случаев вместо умножения бывает та самая яма, которая служит постоянным жительством сезанов. Впрочем, весной, когда сезан еще бродит в проточных прудах, всего лучше ловить его около устьев рек, ручьев, где он любит держаться до нереста. Вот так вот. Кому интересны рецепты, пишите в комментариях, расскажем про рецептики. На этом мы будем заканчивать. С вами был, как всегда, я Александр, канал Булат и Ко, рубрика «Рыбалка» от Адая. Прожимаем барский лайк, царскую подписочку, подписываемся на канал Булат и Ко. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие.